Добрый день. В этом году мы отмечаем юбилей человека с большой буквы, эпоха личного сдеяния, которые остались навсегда в памяти мировой истории и человечества. Я бы хотел отметить вот такие качества великого человека, Андрея Дмитриевича Сахара, как его целеустремленность в будущее, что он все время думал о человечестве, о процветании, о решении глобальных проблем современности, которые стоят перед нами в 21 веке. Если, я думаю, будет лучше нам определить какие-то моменты в его биографии, чтобы можно было вычленить и на этих вопросах более конкретно остановиться. Я не буду говорить о его многогранной деятельности. Я остановлюсь на тех моментах, которые мне запали и которые, я считаю, актуальны и в настоящее время, в 21 веке. В советский период, когда против системы говорили только отдельные ученые, отдельные общественные деятели, и в этом вопросе первое слово, наверное, принадлежит Андрею Дмитриевичу Сахарову. Он практически единственный из ученых физиков-ядерщиков поднял проблему ядерного разоружения. Он один в социалистическом мире, в Советском Союзе, из академиков, вообще, и из академиков-ядерщиков был первым, который сказал, что ядерное противостояние двух систем приведет только к гибели человечества. Он давал жесткие раскладки, что мы владеем столькими-то тысячами ракет, Америка владеет столькими-то тысячами ракет, другие страны, что до этого термоядерного вооружения достаточно, чтобы уничтожить весь мир многократно. Он давал прогнозы, что одна ракета, это 20 мегатонн, способна поразить поражение, то есть поразить территорию где-то шириной 50-100 километров и длиной 500 километров, выжигая, уничтожая волной, взрывом, радиацией, все живое на данной территории. Это проблема ядерного противостояния и сейчас весьма актуальна в 21 веке. Мы сейчас говорим, что террористические организации пытаются приобрести это ядерное оружие. Мы говорим о безядерном Ближнем Востоке, где остановка столь накалена. И говоря о Ближнем Востоке, тут нельзя опять вспомнить выступление Андрея Дмитриевича по поводу Ближнего Востока. Он сказал, что этот регион взрывоопасен, что мировое сообщество и ООН должны принять все меры для того, чтобы здесь наконец-то установился мир. Он сказал, что резолюция ООН, насколько я помню, 1975 года, которая признавала сионизм, российская доктрина и так далее, что неверно, что в этом конфликте одинаково виноваты как арабы, так и государство Израиль. И что израильтянам и арабам надо идти на встречу друг с другом, дабы решить эту проблему. И предлагал несколько путей решения. Это Ближний Восток. Но будет возможность, вернемся к Ближнему Востоку еще раз. Теперь я хотел бы задать проблему Афганистана. Вот сейчас выведены американские войска. Все средства массовой информации заполнены только информацией об Афганистане. Талибы вошли в Панжер, талибы выбили из Панжера, талибы устанавливали свой режим, принимают конституцию. Что они будут делать, какова роль мировых держав в данном процессе, роль США, России, Китая. И эту же проблему поднял еще в 20 веке Андрей Дмитриевич Сахаров. Когда в 1979 году Советская армия вошла в Афганистан, ну так называемая интернациональная помощь, в Советском Союзе никто не говорил что-либо критическое в адрес Советской армии и Советского руководства. Но мы знаем, что была принята жесткая резолюция ООН по поводу, они называли вторжение, это оккупация и так далее. Применялись очень жесткие слова по отношению к СССР и Советскому Союзу. Имя Советского Союза даже среди стран социалистического лагеря, социоориентации резко упал в связи с вторжением советских войск в Афганистан. Единственный человек в Советском Союзе, практически единственный человек, который поднял голос в защиту афганского народа, это был Андрей Дмитриевич Сахаров. Для того времени это был, это просто был не только героический поступок, это был поступок пассионария человека, который думал не только о хлебе на сушене для себя, семьи и так далее, для государства в целом. Он думал о проблемах планеты, и вот он поднял голос в защиту афганского народа, что это оккупация, что это вторжение, что советские войска творят злодейство и так далее, он приводил эти факты. И когда он выступал с докладом о Афганистане на съезде народных депутатов, топали, шикали, чуть ли не свистели, прерывая голос, а он тихим, спокойным голосом продолжал излагать факты. Не каждый способен на такие вещи. Он знал, что его правда победит. И вправду, потом уже, когда он вернулся чуть позже в зал, народ начал иначе воспринимать его слова, переосмыслив их, пропустив через себя. То есть вывод советских войск из Афганистана, это дело, можно смело сказать, что первым, кто предложил категорической форме вывести войска, это был Андрей Дмитриевич Сахаров. Надо представить, значит, политическую ситуацию в Советском Союзе в того периода, когда партнер-монклатура это диктовала, правила и так далее. И выступать против партнер-монклатуры, это было смертельно опасно. И для человека, который это делал, для его семьи, для друзей и окружения. Андрей Дмитриевич Сахаров поднял и эту проблему. Долго ее обсуждал и довел до логического конца. Вывод советских войск в 1989 году, это большая доля ответственности за поднятые вопросы, то, что советские войска были выведены. Это Андрей Дмитриевич Сахаров сумел доказать, обосновать. Он даже приводил примеры, что в ходе партизанской войны в Афганистане, он говорит, погибло несколько десятков тысяч советских солдат, и столько уже было ранено. И погибло 600 тысяч афганцев, гражданского населения партизан от 600 тысяч до миллиона. Это ужасная трагедия для афганского народа. И как историк я хотел бы заметить, советское руководство не ушло полезный опыт царской России в 19 веке. Царские офицеры, востоковеды, назову работу Рустамбека и других, они писали, когда царская армия подошла вплотную к границам Афганистана. То есть, видать, уже отдельные царские чиновники, офицеры-разведчики прощупывали почву, можно ли двигаться в Афганистан. За Афганистаном маячила Индия, сказочно богатая Индия. Ну, за ней стояла Англия. И вот здесь царские офицеры давали точные, хорошие инструкции. Приведу одну из них. И Рустамбек, если мне не изменяет память, но цитата оттуда у него, он говорит, «Афганцы, как народ военный, весьма симпатичны. Афганец умрет, но не оставит своего поста». То есть, в этих записках они говорили, что война с Афганистаном для царской России может быть продолжительной, долгой и может даже бесперспективной. Потому что опыт афганских войн говорил уже о том, что трудно завоевать или подчинить себя афганцам. Англия, которая так скоротечно завоевала Индию, две англо-афганские войны закончились поражением для войск Британии. Поэтому опыт прошлого иногда надо налагать на настоящее. Это второй пласт проблем, которые поднимал Андрей Дмитриевич. Но первый, самый огромный пласт, это, конечно, когда он в письмах, переписке и так далее, в своих выступлениях, статьях, поднимал постоянно проблему о правах человека в Советском Союзе. Он постоянно озвучил фамилии диссидентов, которые сидят, говорил о положении заключенных в тюрьмах, что это ужасающее положение, что надо проводить реформы в пенистарной системе, что по поводу политзаключенных, скажем так, надо принимать меры к их освобождению, что общество проснулось, что это люди, которые борются за освобождение, получение гражданского права всего Советского Союза. И вот он на первом съезде тоже давал длинный список моих друзей и знакомых, говорил. Только он говорил, что это незначительный список. Но список там тянулся на несколько страниц. Ну, по крайней мере, страница с лишним, была списка опубликованных, которые он зачитывал, что они невинно осуждены системой, что система очень жесткая, диктаторская и так далее, так далее. В это время он боролся в Советском Союзе за права человека и права национальных меньшинств. Он говорил, что турки-месхетинцы подняли проблему возвращения их на родину, что дома их сжигают по возвращению, что надо дать им какие-то, обосновать какими-то законами положение турков-месхетинцев, наделить землей, и наделить землей, ладно, говорил, там, на южной стороне Крыма и так далее. И положение других репрессированных народов он тоже поднимал. То есть этот человек через сердце пропускал боль всех народов Советского Союза, в том числе других народов, составляющих Советский Союз. Как он успевал за столь короткое время обозреть столь большие проблемы? Просто удивительно трудолюбивый человек, скрупулезно работающий по этим статьям. Там, это же надо было собрать столько материала, обработать, выступить и так далее. И при этом он ввел это активную научную работу. Активная научная работа, общественная, это редко сочетается. У него это сочеталось. Поэтому можно без ложной скромности сказать, что если вот историки иногда называют XIV век эпохой Тамерлана, великого Тамерлана, XIX век эпохой Наполеона, XIX, то есть XX век можно назвать эпохой Ленина и Коммунистической партии, вот влияние и так далее, то вторая половина XIX, XX века можно смело назвать эпохой Андрея Сахарова в Советском Союзе. Потому что его работы печатались громадными тиражами на Западе и оказывали влияние на умы всего человечества. В то время как на Западе многие физики, ядерщики выступили против вот этих ядерных программ перевооружения, создания термоядерной бомбы и так далее, многие-многие известные физики, ядерщики, они на Западе открыто выступили против применения термоядерного оружия и, зная его разрушительные силы. В Советском Союзе у нас получилось то, что против термоядерной войны, разрушения и предупреждал об этой глобальной опасности практически один голос, голос Андрея Дмитрия Сахарова. Это надо признать. И будучи гражданином Кыргызской республики, я был удивлен, что в одной из своих статьи работ он защищал у нас на Иссыкуле, вот я фамилию запамятовал, человек был невинно осужден, и Андрей Дмитриевич Сахаров поднял эту проблему, назвал имена двух прокуроров, что эти прокуроры, они значит, он называет, что они были коррумпированы и так далее, просили у человека деньги, и вот этого человека невинно посадили. И он поднимал проблему осужденного в Хыргызстане в Москве на самом высоком уровне. Приводил этот пример. То есть практически все республики бывшего Советского Союза, где происходили определенные нарушения прав человека, он старался поднять для того, чтобы широко общественно знал, как идут эти нарушения. Также он поднимал проблему Нагорного Карабаха. Он назвал события в Казахстане 86-го года, в Твилиси и так далее. То есть все вот эти перекосы, которые были в национальной политике, Андрей Дмитриевич Сахаров поднимал. И он говорил, что в то время предлагал, когда еще был силен Советский Союз, что надо создать федеративную республику с наделением республик, значит, реальными свободами проведения внутренней и отчасти внешней политики. Федеративное устройство государства. Для того времени это были крамольные речи. То, что мы получили потом, когда республики в 1991 году выходили, я думаю, есть определенный вклад Андрея Дмитриевича Сахарова во время его выступления на Первом съезде народных депутатов. Эти речи можно просмотреть, отследить и так далее. Завершая свое небольшое короткое выступление, я бы хотел сказать, что наследие Андрея Дмитриевича Сахарова требует еще детального, объективного изучения. Жизнь этого человека должна быть очерчена в фильмах художественных, документальных. Вот за последнее время не выходило таких фундаментальных исследований по деятельности и жизни Андрея Дмитриевича Сахарова. В настоящее время, в связи с остолетием, я думаю, вот это белые пятна, которые создались после 90-х годов, когда выходили детальные книги, эти лакуны его биографии будут заполнены. И наш короткий репортаж тоже, думаю, послужит определенным стимулом для того, чтобы у нас в республике тоже начали изучать наследие Андрея Дмитриевича Сахарова. Можно какие-то отдельные программы, фильмы показать в наших кинотеатрах в связи с юбилеем, для того, чтобы все же молодежь, честно говоря, наверное, мало знает о жизнедеятельности этого великого человека, который сыграл такую огромную роль в становлении прав человека, конституционных норм, законодательства по отношению к гражданам Советского Союза. И вообще пересмотру внутренней и внешней политики лидерами Советского Союза. Я имею в виду, Горбачев прислушался к мнению Андрея Дмитриевича Сахарова. И вот провозглашенная внешняя политика определенным образом несет, вот эта провозглашенная внешняя политика Горбачева, она определенным образом несет на себя печать взглядов Андрея Дмитриевича. Потому что отдельные параллели можно там проводить прямо. Он говорил о том, что еще до, когда в 1986 году принята программа нового политического мышления Горбачева, он еще до этого, в 80-70-е годы говорил о том, что классовый интерес во внешней политике должен быть заменен общечеловеческим. Что общечеловеческие ценности, они выше классовых. Это тоже можно посмотреть. Только вот я как штрих рисую, но это новое политическое мышление Горбачева, мы ясно видим, что она отталкивалась от того, что говорил Андрей Дмитриевич Сахарович в 70-е годы. Он тогда громко и отчетливо говорил, что классовый интерес должен быть заменен общечеловеческим интересом. И вот эти вещи, которые он в виде стратегии излагал в 70-е годы, они стали основой внешней политики Советского Союза в 80-е годы. Вот, значит, на этом я хотел бы пока остановиться. Есть много о чем поговорить, но я думаю, потом в следующий раз продолжим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.